всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду захотелось мне тут позавчера пельменей этих вкусных сочных ну или хинкали хотя бы или мантов ну короче блюд такого типа а мяса как на грех дома не было да и магазин было ехать лень инспекция морозильника выявила наличие фили мерлузы ну в россии вы знаете саму мерлузу под наименованием хек и я вдруг вспомнил что много раз и слышал и читал про манты с рыбным фаршем самому их пробовать не доводилось но решил их по-быстрому соорудить слушайте результат мне так понравился что я не уверен теперь что вообще буду мясные манты делать это просто какое-то бомбическое вкусовое сочетание я фарш-то нигде не высматривал этот составился у меня по принципу приготовления рыбных котлет короче это нереально вкусно я просто обязан вам это показать и главное просто готовится вот реально просто слушайте для приготовления вот таких вот суперских мантов нам понадобится рыба я ее же разморозил свежий укроп лук мука масло ну яйцо ну и вода естественно для теста да я знаю что многие норовят тесто на манты на перемене без яйца сделать но мне по вкусу больше нравится с яйцом короче приступим мука соль яйцо и вода и отправлю вымешиваться в свой чудо агрегат механизация на кухне прилично экономит время теперь лук лука должно быть много вот 2 таких луковицы я буду обжаривать одну оставлю в сыром виде для большей сочности для обжарки важно использовать сливочное масло и масло надо побольше во первых потому что в большом количестве масла лук лучше обжаривается но это понятно и приобретает такую свою карамельную сладость а во-вторых потому что рыба то совсем не жирная а для улучшения вкуса сами прекрасно понимаете жирка будет совсем не лишний добавить например котлеты и щуки вообще свиной сало добавляют ну а я масло сливочного побольше супер так тесто в первом приближении уже вымешалось но пока она смешала до однородности но все еще недостаточно эластичная чтобы клейковины как следует набухло нужно дать тесту полежать еще минут 20 а то и 30 естественно берегая вот пересыхания я заверну в пленку ну а если в холодильнике полежит часа два-три еще и лучше будет про лук не забывайте надо его помешивать периодически продолжим вот этот необжаренный отправлю сразу в дежурь теперь укроп удалось вчера на рынке у фермеров целый пучок отхватить на большая редкость у нас нарежу помельче не знаю почему в наших краях его так сложно найти в магазинах и его сюда же ну и сразу же соли и перца перца побольше еще больше отлично и соли вот так она будет достаточно так ну а рыбу надо провернуть на мясорубке располосую ножом сами знаете каким правильно остро заточенным и к станку решетку выбрал самую крупную из имеющихся 8 миллиметров на диаметре отверстий так ну и лук тоже уже надо отправлять к рыбе смотрите какой красавец сладкий начинка будет ум отъешь и старательно перемешать и вот тут еще один важный момент если рыба у вас была на костях и со шкуркой то вот эти самые кости и шкурку и плавники все нужно было сложить в кострюлю и залить небольшим количеством воды добавить туда целую луковицу можно морковку бросить и при сильном кипении поварить минут 20-25 получится обалденный насыщенный бульон который можно заморозить и использовать по мере необходимости так вот при вымешивании именно такой бульон и добавляю чтобы начинка была вообще супер сочной чем более насыщенный бульон есть тот клейки становится как холодец в холодном состоянии тем лучше будет результат начинку сейчас отправлю в холодильник тесто еще пусть полежит часочек где-то так что у меня перерыв а у вас экскурсия по коста-бланке бенитачель бенитачель это совсем маленький поселок население в 2015 году согласно переписи составляла 4690 человек официальное название эль побли нау до бенитачель то есть новый поселок бенитачель городишко совсем маленький и 70 с половиной процентов жители этого поселка имеют иностранное гражданство находится он как вы видите на склоне горы а с другой стороны вот с этой вы видите здоровенная гора который называется кумра дель соль она отделяет бенитачель от побережья он закрыт этой горой от петров с моря и с той стороны горы это буквально сколько шесть минут на машине получается есть каменистый пляж и на этом каменистом пляже в скале есть подводная пещера в которой можно с моря зайти и продырнуть ее насквозь и в этой пещере бьют на минеральные ключи и благодаря этим минеральным ключам вода вот в этом самом заливчике который обязательно покажу наверно тоже избыточно минерализовано значительно больше чем средиземка за пределами этой бухты нагулялись аппетит проснулся вот у меня а до поедания между прочим еще глаза вытрощишь смотрите какое тесто вполне себе эластичное можно из него уже катать тут кому как удобнее кто-то раскатывает пласт затем нарезает я же делаю колбаску от нее потом уже отрезаю нужные не шайбы и катаю еще хочу сказать если для пельменей я предпочитаю катать тесто потоньше то для мантов лучше потолще иначе потом когда из проварки готовы вытаскиваешь тонкое тесто уж чересчур легко прорывается и сок тогда моды теряют весь драгоценный так начиночку сюда а теперь сборка можно их собирать по типу хинкалий так можно на более классический мантышный лад так так и вот так это кому как больше нравится ну и можно их отправлять готовится правда мантоварки у меня нет но есть электрическая пароварка который на самом деле от мантоварки отличается только ценой ну и чуть больше автоматизации основание каждого надо обильно обмакнуть в растительное масло смазать так сказать нет все и можно включать нагрев вода здесь есть накрыть установить и включить на 40 минут трескать я их собираюсь сальсаберде но зеленым соусом мне очень нравится сочетание вкуса рыбных блюд и вот этой вот зелени чеснока масло лимонного сока но так как на канале я уже раза четыре наверно показывал как я его готовлю то отнимать ваше время не хочу и повторяться не буду вкратце берете зелень у меня в данном случае зелень петрушки базилик мята несколько зубчиков чеснока добавляете лимонный сок на крупный такой пучок каждой зелени уходит лимон где-то в целом наверно условно говорят три пучка вместе один лимон добавляю обильно как ароматного оливкового масла extra virgin и все это дело в блендере в кашу соль выправляю все по вкусу и соус готов на мой вкус великолепное сочетание короче если чё-то недопоняли вот здесь вот ссылочка будет пройдите и посмотрите и вот наконец-таки долгожданный момент такое вот ароматное чудо если вы любите рыбу если вы любите рыбные котлеты то вы вот этот запах сразу узнаете ну дайте-ка мне вот вот этот примеру и удобнее будет кусать главное не облиться контрольный замер количество сока чудо просто чудо вы посмотрите какое количество видите это заслуга вот это вот на лука который я добавил свежего заслуга жареного лука в том что начинка такая сладкая получается ну естественно вот добавление бульона дает себя знать это просто какая-то фантастика в сочетании с этим зеленым соусом я не могу удержаться извините феерия вкуса просто феерия готовьте готовьте рыбные манты это просто бомба и добавляйте много бульона если кажется что фарш сейчас потечет не бойтесь бульон охлаждайте луку например дайте немножко остыть чтобы маслом у меня тоже остыло схватилась добавьте бульон и дайте постоять остыть вашему фаршу в холодильнике прежде чем накладывать тогда он не будет течь непосредственно во время заполнения ваших мант мантов и все у вас классно получится не могу продолжать я должен это дело съесть поэтому есть буду за кадром огромное вам спасибо за лайки за делайки за репосты отдельное спасибо самури за спонсорскую поддержку не забывайте что по промокоду фреска при прилетении ножей самура на сайте самура.org вы получаете скидку 20 процентов ну я укажу все это дело под описанием видео спасибо за компанию всем пока спасибо за просмотр